Тускат Алоха Дэнса был еще тогда, когда никакого туска в помине не было в профессиональной доте. Вайпер от Ньюби, для Рэббита 100% на мидлейн. Спирит Брейкеру от команды Ньюби и Лина Сандайенга. Ну и Магнус от Тим Эмпайр. Как же долго я просил этого Магнуса пикнуть каждую команду. Ну и Империя, спасибо, прям умницы угодили. Эмпайр забирает себе Магнуса. Темпларка, скорее всего, будет от Резоля, а Йоку будет играть на Магнус. Йоку не дают шейкеров. Не дают шейкеров, но у Йоку есть еще один персонаж в запасе. Я надеюсь, что шейкер будет все-таки у Йоку в руках, а от нас будет это Алоха Дэнс. Свин оф Пейнт, пожалуй, будет от Сайлента. В принципе, это стандартная история. Уже Сайлент неоднократно на Клопе играл. У имбовых героев набрали. Есть чем бороться, есть чем состязаться с таким грозным соперником, как команда Ньюби. Эмбер Спирит, он Ньюби залетел последним пиком. Му забирает его себе. Вайпер это Рэббит, Спирит Брейкер это Джун. Лина это Сан Шэнг и Банана забирает себе Андаинга. То, что отдали Андаинга, это, конечно, обидно-досадно. Потому что Андаинг, он долбит, знаете ли, очень даже больно. Ну и себе тоже, в принципе, забрали неплохих героев. Команда Эмпайр, если комба зайдет, все это, конечно, под РПшку будет. О, первый раз, кстати, вижу Имморталы. На Темпларке живьем. Симпатично. Резолюшн забирает себе Темплар Ассасин. Always Wanna Fly будет играть на Вич Докторе. Сайлент забирает себе Квапу. Йоку будет играть на Магнусе. Еще один Иммортал. И Алоха. Дэнс играет на Тузке. Эмпайр взяли тех, кем умеют играть. И кем играют практически, играли до этого практически постоянно. Не стали ничего выдумывать. Спокойно, ровненько все. Кстати, Йоку тут на волосок был от смерти. Всей толпой Ньюби. Просто всем селом по-быстрому за Йоку. Ну кто эти варды делает? Как это можно делать вообще? Иногда просто потрясающая какая-то жестянка от Valve происходит. Как сделают какой-то варды. И сиди, думай, что это вообще такое? Вот в частности, что это за хрень? Вот просто непонятно. Крип это? Энд это? Маленький тавер вырос? Что это такое? Как это вообще позволительно? Непонятно. Просто все представление. Ну вообще все... Такой дисбаланс в мозги вносит. Вся эта история. Ну, команда Эмпайр расположилась следующим образом. Йоку отправляется, я так понимаю, в соло на нижней лайне. А Сайлент на Квапе будет фармить в окружении двух саппортов. Флай уже на туплейне. Мидлейн, естественно, резолюшн. Алоха Дэнс тоже отправляется на туплейн. И Сайлент будет в окружении двух саппортов. А Йоку будет фармить в соло на Магнусе. Йоку предположительно должен стоять против Даблы. Банана и Джун. Это там Андайн и Спирит Брейкер, соответственно. Ну и Мидлейн Рэббит против Темпларки. И вот Темпларка, стоящая против Вайпера, это печаль на самом деле. Потому что рефракшн дело такое, которое нам очень неуютно использовать рефракшн, когда через поезда на атак будет действовать у нас Рэббит. Ну так и случается. Просто моментально рефракшн превращается в пустой звук. Дамага есть, а дефа никакого. Потому что поезда на атак, сколько раз здесь действует? Два или три, да, по-моему? Ну то есть сбивается, сразу же рефракшн. И поэтому дамажить Рэббит будет резолюшна постоянно. Вот, пожалуйста, секунда, две, все. Без рефракшна резолюшн. Рэббит-то, он просто упоротый, он бежит и бьет. Он не оставит в покое резолюшна. Но надо какую-то хилпу. Надо перетягивать сюда Вич Доктора. Или... А, кстати, по-моему, Флай слушал меня. Я думал, может, он уже побежал. Тут действительно без саппорта очень сложно будет резолюшну. Надо хотя бы второго человека какого-то. Ну и триплу перемещает команда Ньюби на топ-лейн. Оставляют Соло Йоку против Джуна. Так и планировали Ньюби. Но Эмпайр выиграли немного времени, поставив триплу на топ. Вин оф Пейн уже второй левел. И, по идее, уже можно какую-то агрессию проявлять. Алоха Дэн здесь. Улвесу на Флай здесь. Каски есть. Есть Айс Шард. Можно кого-то ловить. Например, Му. Какого-то стана классного, типа Фиссуры, например, Шейкерова. И здесь нет. Поэтому Му, если бы поймать, было бы очень некисло. Пока нет Сол Рипа. Пока Том Стоуна нету Бананы. Возможно, Эмпайр сейчас заберет эту пачку и пойдет атаковать. Тут агрессия просто нужна. Как-то, не знаю, как воздух. Полетели на Му. Му будут ловить. Айс Шард уже есть. Том Стоун есть у Бананы. Очень даже не вовремя. Му вроде и на лоу ХП, но здесь и Флай на лоу ХП. Еще один ДиКей. И Флай, по идее, развалится. Банана убивает у нас Флай. Дальше за Му. Му, скорее всего, заберут. Сайлент. Так долго, конечно, приходится бежать. Ну и дынается. Дынается игрок команды Ньюби своим тиммейтом. Сан Шэнк забирает у нас Му. Му не погибает. Ну и не туда, конечно. Эмпайр направились. Теперь будут проблемы. Сан Шэнк под ноги себе Лайт Страйкерой. Минус Алоха Дэнс. Ну и Сайлент отсюда уходит. Попытка неверная. В принципе, от команды Эмпайр. Потому что просто проперла на этот несчастный Том Стоун. Хватило экспириенса, чтобы второй сразу получить Бананя. Андайенг благодаря этой тембе, в принципе, всю эту драку и перевернул. Надо было немного раньше это делать. До того, как, наверное, эти крипы сюда подошли. До того, как еще тут два крипа умерло. И Бананя капнул этот второй левел. Если бы не было тамбы, то драться можно было бы со стопроцентной вероятностью в плюс. А так, в итоге, Эмпайр потеряли 500 золота и по экспе просели. Как там Резолюшн наметить? 10 на 2 у него, у Рэббета 14 на 7. Рэббет помощнее здесь, но у него ситуация комфортнее. Хотя Резолюшн тут надо... Есть варианты, но надо плотнейшим образом изгаляться. Как-то через пси-блейды. Дамажит Рэббета Йоку. Теряет хп здесь на легкой линии. Еще один удар. Джун забирает... Джун забирает оффлейнера команды Эмпайр. По сути, это 3-0 счет. Не считается этот один фраг от Эмпайр, потому что не они его сделали, а... Там Сан Шэнк заденайл своего тиммейта. Ну, Ньюби заряжены очень сильно. Они понимают, что нельзя давать разогнаться Эмпайр и не дают. 4-0 счет. Начало не олёт. 1200 Ньюби. По экспириенсу 750 в пользу китайского коллектива. Ну и уже надо камбэчить с самого начала. Команде Эмпайр... Действительно, надо Джун. Прошел баш по Йоку и тут просто... Все не то. Еще один баш по Йоку. Йоку хоть как-то на Скювере умудрился уехать. Но прет тут команде Ньюби невероятно. А у Эмпайр вот все не то. То подушка как лягушка, то одеяло убежало. Реально невезуха полнейшая. Туз подошел на мидлейн. Алоха Дэнс будет пытаться ловить Рэббита. Есть варианты. Есть, в принципе, Сноубол. Айшард. Ну неплохой, в принципе, Рэббита вернули. В Сноубол за Рэббитом. Рэббита, по идее, здесь будут забирать. Рэббита убивают. Но он здесь уже Саншенк. Нападает Лайтстрекерем по Алоху Дэнсу. Тавер не переключился на Алоху. Это плюс. Но и Сигил здесь спасает. В принципе, команду Эмпайр повезло, что... Команди Эмпайр, что поздновато прилетела сюда Лина. Да и не зацепили всех. Резолюшена мог бы съесть, конечно, Саншенк. Но Резолюшен уже ушел из области атаки. Ну, чуть-чуть по голде отыграли. Эмпайр в плюсе 500. Что? 500 по голде. Эмпайр в плюсе. По экспириенсу 0. Нормально, нормально. Значит, не все так страшно по фрагам теперь на ранних этапах, как мне казалось. У меня еще такое олдскульное мировоззрение, когда фраги и ФБ это было так жестко. И как быть? ФБ потеряно, это ГГВП. Все ливаем. Нет, тут вообще ничего не решают. ФБ давным-давно я понял уже, что ничего не решает. Разве что в психологическом плане. Ну и команды к этому привыкли. ФБ так ФБ. Уграем дальше. Кто-то должен был умереть первым. Это понятное дело. Ну и Эмпайр, ничего себе. В итоге оказываются в плюсе 500. И по экспириенсу, ну, проигрывают 700 своим оппонентам. Но по голде все хорошо. На Медлейне и Резолюшин уже 6 левела. Рэббит тоже 6. Ровненько идут. Я думал, что угнобление будет серьезное. Разогналась бешеная корова. Куда бежишь, Джун? Джун пошел на Йоку. РП-шка есть у Йоку. Получится ли уйти? Вряд ли получится уйти. РП просто не дают провязать. Йоку, Йоку уезжает у нас из-под Саншинга. РП не провязал, потому что здесь без вариантов в принципе. В четвером были игроки команды Ньюби. У Йоку шансов на эскейп практически не было. Он попытался, не пошло. Заработали на Йоку 380 по золоту, 448 по экспириенсу. Мне нравится, как копается в волосах. Ведь доктора, обезьянка у него на голове. Просто гладит лысину и ищет там что покушать. Братишка, я тебя покушать принес. Резолюшн. Под разгоном у Джуна. Врывается Джун в Резолюшн. Вайпер Страйк уже полетел в него. Молдау Резолюшна нет. Да и в принципе он был бы бесполезен. Резолюшн не выхиливает его. Джуна можно попробовать поймать. Ай-шарт на Джуна. Джун. Чарджер Даркна через секунду. Он убежит же от вас. Он убежит. И он убегает. Сноубол пошел на Джуна. Джуна должны разрывать. Ну и Лайт Страйкер и у Сан Шенга не проюзывает. Потому что маны просто не хватает. Сигил подарили. 150 голды кому-то капнуло. Резолюшн разменяли в Джуна. В плюсе для команды Ньюби весь этот файт произошел. Прошел точнее. Но Йоку бежит за бананой. Йоку без печали. Против двух героев. Против Андаинга. С тамбой против Эмбер Спирита. Со всем что есть у Эмбер Спирита. Ну ничего. Эмпайр конечно видно, что цепляются всеми силами. За то, чтобы не потерять преимущество. И пока это у них получается. Пока все удается. Они по голодея 500+. У меня графики что ли сломались. Что происходит? Хочется постучать по монитору. Наверное все дело в Крипстате. Скажете вы. И будете абсолютно правы. Квинов Пейн. От Сайвента. 45 на 14. Йоку 43 на 2. Вот на ком все строится. Резолюшн проигрывает сразу двум героям. Но проигрывает в принципе копейки. У Рэббита 36 на 13. У Резолюшна 30 на 14. И у Му 32. Так что в общей массе Эмпайр пожестче смотрится. Ой. Резолюшн у нас так или здесь и эншентов. Достаточно полезная. В принципе полезный буст. Мидлейновой нашей темпларки. В общем то у Резолюшна варианты. Приобрести нормальные артефакты. По таймингу достаточно. Есть. Просто тысячу здесь насобирал себе Резолюшн. Это все после приобретенного ПТ. Продолжай. Always on a fly. Продолжай. Не нравится как ты это делаешь. Выходит команда Ньюби на Мидлейн. Разгон на Резолюшна. Флай. Полетели уже каски. В Джуна поздновато немножко. Тут каски в итоге не попрыгали. Соник Вейв от Попы. Крикнули на Джуна. Джуна развалили. Дальше за Рэббитом. Рэббита бьет табор. Рэббита по идее должны убивать. Да. Рэббит отправляется в таверну. Йоку прилетает сюда. Разгон на Саншенга. Прыгает к нему в сноубол. Ну и РП от Йоку. Еще один шок вейв. Банана. Отправляйся к автоверну. Посмотри, что там происходит. Минус три от Сайлента. И минус четыре вообще от команды Эмпайр. Еще и тамбур расковыряли. Нормально. Вообще великолепно. Эмпайр. Три тысячи по золоту сразу. И по экспириенсу две с копейками тоже для них. Еще и Тауэр можно. Здесь Алоха Дэнс. Ай. Алоха Дэнса чуть не разнесло здесь. Вот тавера. Спирит Брейкер побежал. Эмпайр вроде лились, лились. И тут на тебе такая... На ровном месте вообще. Такой рывок вперед. Бросок к свободе. Вот это я понимаю хорош. Ну и что? Десять минут. Первый выпуск модного приговора в этом матче. Поехали. Господин Резолюшн. Что вы носите? ПТ есть у Резолюшна. Есть Рейс Бэнд. Это в Аквилу скорее всего. Или вообще непонятно куда. Боттл есть. Семьсот голды на руках у Резолюшна. Дальше. Вич Доктор. Вообще не по сезону он одет. Бутс оф спид. И все. На этом пока вещи закончились. Магнус от Йоку. Аркан Бутси есть. До Даггера еще дофига. 1300. И Боттл тоже у Йоку имеется. Побежал, 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 побежал. Сум несется на Резолюшна. Незерстрайк него. Резолюшна здесь не отпустят. Рефракшн, конечно, тут много что заивейдил. Но пользы мало в итоге от него оказалось. Чуть-чуть больше времени просто пришлось потратить команде Ньюби на то, чтобы убить Резолюшна. Так, Таск от Алоха Дэнса. Аркан Бутси имеются. Сайлент. Пошел Шадоу Страйк у нас в Му. Сноубол на него. Му нет маны. Му могут здесь разобрать. Ну и на Сайлента. Опять разгон. Джун просто неугомонный вообще. Незерстрайка. У Спирит Брейкера нет. Хотя бы какой-то плюс. Соник Пэй пошел от Квапы. Алоха Дэнс, беги отсюда. Ну, за Алохой, конечно, выехали. И Алоху Дэнса здесь не отпустят. Ну и Тамбу поставили на всякий случай. Даблкиллл команды Ньюби. 580 за Алоху получили. И за Сайлента тоже там нормально, наверное, капнуло. Вообще, что за тенденция такая? Сайлент у нас играет на интеллектуалах исключительно. Из трех тысяч преимущества Эмпайр скатывается до одной. И по экспириенсу Эмпайр с трех тоже до одной тысячи. Как вырвались вперед, так и нафидели. Это классическая схема. Изи кам, изи гоу. Ну и по команде Ньюби давайте пробежимся. У Рэббита копейки уже остались до появления Мекки. У Спиритбрейкера все необходимое есть, чтобы бегать и бить. ПТ есть. У Урна в Шадоус тоже имеется. Есть у Лины Аркан Бо Ци. Мэджик Стик 400 голды для Сан Шенга. Эмбер Спирит. Отму. Боттл. ПТ. Пурман Шилд. И пока больше, по-моему, ничего. В Курьере пустота. Ну и Undying с Хедреской. У Бананы есть Хедрес. И Хедрес есть, конечно же, у Вайпера. И зачем Банане Хедрес? Это, скорее всего, Урна в Шадоус, как я понимаю. Ой, точнее, Пайп Оф Инсайд какой-то урна в Шадоус. Столько слов этих незнакомых. Сайлент будет пытаться заденать Тауэр. Можно попробовать. Давай, Сайлент, вся надежда на тебя. Сделай диверсию. И Сайлент Денай Тауэр упрыгивает в кусты и улетает. И это, конечно, красиво. И здесь та же история, но здесь не надо было так выпендриваться. Вдвоем причем прибежали, что Джун, что Банана. Ну, Сайлент как-то хитрее был, симпатичнее все это выглядело. 2000 по Галди Эмпайр, по Экспириенсу 2 тоже в пользу Империи. Смоук он Юби. Будет попытка выйти на Мидлей. Рэббит то ли байтит на себя, то ли что. По-моему. По-моему, так. И заходят в бок уже все. Айшард пошел на Рэббита. Дальше в спину. И будут выходить в спину на Т1 игроки команды Ньюби. Джун спускается вниз. Флай его должен уже видеть. Разгон пошел на Флая. Флай сразу же вуду Ресторейшн пустил. Но успеет ли каски дать? Нет, не успевает дать каски. В итоге сливают одного... Одного Улвесуна Флая. Команде Импайр нельзя в область действия. Тамбы подходить. А вот под Тавером попайтиться можно. Есть, если что, Глиф. Хотя на Тавер, в принципе, забили. Ну и пошел файт. Валерус Панч пошел у нас по всем. РП от Йоку. По всем, кто был здесь. Соник Вейв от Сайлента. Просто разваливая их дальше. Трипл килл от Йоку. Ой, от Сайлента. Точнее, Му. Отпускают. Это минус 4 от команды Импайр. Йоку просто забожил. Ворвался. Дал РПшку. Бейте дальше. Иди Тавера. Разбивайте голову Улвесу на Флайу. Мы все починили. 1675 по голдям. Зарабатывает Импайр в этом файте. 2900 по экспириенсу. И Квапа от Сайлента 700. За трипл килл 700. Что такое? Что за расценки вообще? Ну и это, конечно, крутотень. Но тут им матч обещает быть просто колоссальным. Посмотрите на экшн. 15 минут. 22 килла. Ну Йоку ждал своей очереди. Даггер у него, по-моему, был уже в этом файте. Ну и Резолюшн. Дальше. Дальше. Мочи. Разгон от Джуна. Банана двигается туда. Будут ловить Резолюшна. Далековато. Джун пошел. Не так ли? Ну и все. Джун сразу даггераут. Ой, Джун. Какой там Джун? Резолюшн. Даггераут. А Джун развернулся. Пошел назад. Фу. Ну замесы просто великолепные. Просто. На му выходит Резолюшн. Можно и подраться. В соло флеймгуарту му. Ой, как жжет. Как щипится. Есть, в принципе, фракшн уже у Резолюшна. Покатили за му. Му выходит на собственный Ремнант. Джун. Вот там бой. Развалили Джуна. И в Дезвард от Алла Свана Флая. Лоу ХПшный Банана. Дальше Дезвард на все. Лоу ХПшный Банана. Флая, конечно, потеряли. Шоквейв и... И вот эти вот льды от Алла Хаденса. Я уже забыл, как это называется. Пофиг вообще, как это называется. Тут Лоу ХПшная Тамба. Ее можно бы и разбить, и деньжат поднять. Алла Хаденс не прыгает туда Йоку. Когда РПшка, через 4 секунды. Жили бы все. К тому моменту. 17 секунд до ульты Сайлента. Йоку ждет. Тут у Йоку есть уже РП. Можно троих поймать. Надо просто подойти поближе. Ну и, по идее, Йоку должен отсюда отходить. Ну или батит на Резолюшн. Или что делать? Резолюшн. Дальше на мидлейн. И ждет Йоку. Ждет момента дать РПшку. Врывайся туда. Врывайся туда Му. Оно будет как раз то самое. Му не ворвался. Йоку РП не провязал. Потому что не вариант был. Ну и разгон на Резолюшн. А вот теперь, кстати, самое время. Магнусу подъехать сюда. Джун отменяет у нас... Ой, какая вообще ситуация. Крутая для РП. Какая крутейшая ситуация. Просто добежать бы. Нет, Йоку не успевает. Где ты, Дарксир? Дай. Дай ему Сёрдж. Пусть бегает быстрее. Вот это замесы, а. 17 минут. 27 киллов у нас уже. Эмпайр впереди. 4,5. И 5,5 по экспириенсу. Впереди. Я сплю, что ли? Всё вообще складывается прям суперинтересно. Ну и мидлейн, вы посмотрите. Только мидлейн, только победа. Никуда вообще команды не уходят. Нашли хорошую линию для файтов. Она такая удобная, ровненькая. Деревья все попереломали здесь. Там бой и прочим, прочим, прочим. Расчистили место. Давайте драться. Правильно. Чтоб не врезаться никто, чтоб не ударился. Ох, отжоги, конечно. Ну, летает у нас прямо сквозь кьюер от Йоку. Чуть не врезался было в паровоз. У Магнуса уже есть стафф. У Визерли есть ринг оф реген. У стаффа Магнусу копейки, по большому счету, остались. Магнус в инвизе. И Вижена нет здесь у Му. Для того, чтобы его забрать, надо побольше немножко спилов. Алоха Дэнс уже рядом. Рядом Резолюшн. Будет ли врываться Йоку под вражеский Тауэр? Это Т2. Банан увидит. Прыгает на Банану у нас Сайлент. Ну и разгон пойдет на Сайлент. РП-шка по двоим. Ну и здесь просто разнесло всех. Мулу хпшный. Дэзвард стоит у нас у Тулызу на Флая. Дэзвард дальше еще и по Джуну. И кокосы здесь летают. Просто бананы кокосы и апельсиновый рай. И Алоха Дэнса в итоге развалили. Минус 3 со стороны команды Ньюби. Дальше за Йоку. Ну и не очень удачно тут Эмпайр ворвались. 19 минут. И счет 15-17. Ньюби забрали 4 героев Эмпайр. 2 900. Только что Империя даже 3 пускай. Подарили команде Ньюби. 4 100. Ньюби заработали по экспириенсу. Неудачный врыв от Империи. И Ньюби сразу же пришли в себя. Тут конечно закамбечить. Дело вообще святое. Когда тем более так отдаются игроки соперника. 5 с копейками было в пользу Эмпайра. Теперь всего лишь 3 в пользу Эмпайра. И по экспириенсу с 7 до 6. Ой с 7 до 4. У меня лоха Дэнс уже как-то так скучновато стал подходить. В соло как-то разошлись команды по своим позициям. Кто в свой лес, кто во вражеский. У Олбис Урнафлай по-прежнему без артефактов. У Сайлента. Есть уже поинт бустер. Есть стаф у Физерди. Осталось 1500 до появления Аганима. У Магнуса. Немножко совсем до Форстафа. Тут копейки уже остались до 900. У Таска. У Талоха Дэнс. Урнов Шадоу. Саркан Буци. 930 на руках. И Квапу мы в принципе видели. Квапу тут привязывает. Но у Квапа отсюда уходит. И у Резолюшена появляется Дезолятор. Еще не прилетел. Но сейчас уже будет здесь. Что ж тогда выкладывать? Неужели Рейсбэнд? Но это будет проигрыш заведомо. Если вы Рейсбэнд выложите. Да. Так и случилось. Прощай Рейсбэнд. Прощай. Забыл да? Старые игрушки Резолюшен. 2500 Empire Plus и 3000 по экспириенсу. Есть Дезолятор в Темпларке. Поэтому ситуация в какой-то личной встрече с тем же Рэббитом будет совсем другая. Теперь дамаги из Молдам. Миллион наносится. Да и вообще потом можно разваливать. Всех и каждого. А что с Рейсбэндом? А ну-ка. Еще никак не долетит? Не может. Не может. Курьер. Туда-сюда, туда-обратно. Это Резолюшен просто не может попрощаться. Он говорит. Я понимаю. Я любил тебя. Ты был мне как брат. И Рейсбэнд ему там как-то по-рейсбэндски отвечает. Какой там у него язык. И туда-сюда, туда-сюда. Просто уходи. Но я не хочу. Я хочу остаться с тобой. Нет, ты не нужен мне. У меня теперь есть Дезолятор. Я лучший Дезолятор. Ой, подплавило, да? Уже за полночь там. Два часа ночи у нас. Еще бы. Двадцать две тысячи. Ой, двадцать две. Две с половиной тысячи. По Галде Эмпайр. Впереди по Экспириенсу. Три тысячи тоже для команды Империя. Но ему не подставляется. Уму, кстати, немножко совсем осталось до появления Баттлфьюри. По таймингу где-то минут, я думаю, двадцать четыре, наверное, ему понадобится. В принципе, сейчас пойдет Ману от Ригени. Там Флэйнгвардам уже все остальное дофармит. Ну и команда Эмпайр вот в лице Резолюшина и в лице Сайлента уже неплохо так укомплектована. Йоку, естественно, тоже. Но от него что? От него РП дать и пробустить на дамагу самого Резолюшина. Так, за Бананой пошли. Йоку. Шоквейв по Банане. Тут Флэш Голем проюзан. Резолюшн старается сделать ТП-аут. Пробегает мимо него Джун. Резолюшина старается бить просто всеми, кто здесь есть рядом. Резолюшина просветили и развалили. А зачем это надо? Зачем это... Зачем это как бы делать? Непонятно. Резолюшин здесь погибает, а... А Рейсбэнда уже нет. Уже из Рейсбэнда нет. И он такой сидит в таверне. Вот такой вот. И он такой, а я тебе говорил. А я тебе говорил. Без меня такого не было. Точнее, со мной, при мне такого не было. Да, Резолюшин здесь, конечно... Ну, понятно, что он слился только по причине того, что Рейсбэнд... А вот он, вот он! Вот он, вот он родной. Никуда он не девался. Ну, и вот он отсюда, говорит. Я тебе говорил. Ну, и Резолюшин уже все понял. Вообще непонятный слив, на самом деле. Пойти на хэграунд и отдаться в соло. Хотели, наверное, Банану забрать, но он не такой уж и мягкий. Сам по себе этот Тандайн еще и под флеш-големом, под тамбой. Его просто так руками не расковырять. В соло надо реально толпой пилить. У Йокум уже есть Блингдаггер, уже есть Форстаф, 1100 по голде. В принципе, всего нормально. У Вичи Доктора продолжение просто издевательства над сознанием. Ничего нет. У Флая абсолютно, у него 11 крипов, и он уже не понимает, что делать. Тут через Кокоса фармит троллей. Вариантов каких-то насобирать артефакты нет. По Нетворцу давайте посмотрим. 1300 по голде. Олвис фона Флай, Банана, 3500. Алоха Дэнс, 4600. Ну, у Флая дичайшая печальная ситуация. И еще и смоки Флай покупает. Но он понимает, что бесполезно чего-то ожидать, каких-то аганимов. Здесь другие ребята у нас в топе. Резолюшн. Первое место по фарму. Приобретает себе Огр Клаб. И готовится выйти в БКБ, насколько я понимаю. Сайлент. На Саншенга Сайлент и запилили Сайлента моментально вообще. Лагуна Блейд от Лины. Туда же еще и Лайт Стрек Кэр и Драгон Слейв. Просто слил все, что мог абсолютно Саншенг. И отдается на ровном месте еще и Сайлент. Так как это делал только что Резолюшн. Пытался. Погнался он за Саншенгом. Вроде и саппорт. Вроде можно разбивать его. А по сути команда Ньюби не так проста. Ну и 2500 Эмпайр на этой степи уже миллион лет держится. 1800 у Тузка. Скорее всего Даггер будет у Алоха Дэн следующим артефактом. Резолюшн по топу в это время пушит. Появляется уже Митрил Хаммер для Темплар Ассасин. При наличии БКБ, например, с Линой разговор будет достаточно короткий у Резолюшна. Вайпер Страйк здесь сквозь бьет, конечно же. И здесь Незер Страйк, по-моему, тоже бьет сквозь БКБ. Но, например, хотя бы Лина в соло не будет Резолюшна контролить. Алоха Дэнс. Видишь, что сюда пришел Джуу Найс, шат ему под ноги. И уходит отсюда. Ну, не очень понятно, почему по одному позволяют себе игроки команды Эмпайр бегать. По идее, тут неоднократно им уже доказали, что ходить по одному небезопасно для вашего здоровья. У Савента тысяча голды после Аганима. Квапы. В принципе, да много чего может появиться, начиная от Хекса и заканчивая Керасами вместе с Ёлнерами. И такое тоже видел. И тоже работало. Или МКБ, и Кераса. Есть такое у Квапы. Тем более Савентон не играет. Он как бы номинальный керри фарма команды Эмпайр. Так что, в принципе, может и обычные дамажащие артефакты, чтобы руками бить. Ну что, готов весь состав команды Эмпайр, я так понимаю, к замесу. Где у нас Резолюшн? Собственно, Фонтане и Резолюшн. БКБ у него есть. Просто надо дождаться врыва от Магнуса. Тут вокруг него все будет абсолютно крутиться. Резолюшн не под Эмпайром. Непорядок. Йоку, ну дай Эмпайр, пацану. Тебя жалко, что ли? Йоку себе даже... Говорит, я даже себе Эмпайр не даю. Еще и Резолюшн буду... Резолюшн буду бустить. Непонятно, а почему? Забыл, что ли? Это важно. Это важно. Это до хрена дэмэджи. Еще и Сплэш дэмэджи. У Темплара Ассасин БКБ есть, поэтому ничего опасного здесь для Резолюшн по сути и быть не может. Где Эмпайр? Ёоку. Нельзя написать, жалко. Все, под Эмпауэром наконец-то Темплар Ассасин, а видимо написал, да? Видимо сработало. Ну и на себя еще неплохо было бы. Ну и самое интересное, что команда Ньюби, пока все эти стояния были на Мидлейне, разошлась по другим лайнам. На нижний лайн отправляется Эмпайр. Ой, на нижний лайн Эмперии отправляется команда Ньюби. И под Т2 уже практически крипы подпушили здесь все. Просто надо... Просто надо дойти и дострелять. Рэббит, в принципе, с рейнджи все это может делать. И невдалеке может находиться команда Ньюби. Там... Врыв у них тоже достаточно быстрый. Через Джуна все это делается. Так, у нас РП от Йоку на Мидлейне, как я понимаю. Нет, никакого РП от Йоку. Нет там никакого РП от Йоку. Сайлентом сливается. Врыв от команды Ньюби наоборот на Сайлента. Ждали-ждали, что врываться будет Империя. А в итоге Империя не ворвалась, а потеряла своего Мидлейнера. У Вайпера уже есть Мидлейнера Аквапул. У Вайпера уже есть Аганим, поэтому КД на Вайпер Страйке 12 секунд. Йоку, конечно, заевейдил его, но уже есть новый Вайпер Страйк. Просто цели пока что для Рэббита нет. Ну и Рэббит стоит, просто напиливает по Таверу. Рэббита пытаются подстопить. Тут и Сигил немножко ему льда дал, и Асшарт ему еще под хвост. На долгую память. Ну и уходит команда Ньюби. Они понимают, что рассказ ту команды Империи чудовищный. Если Флай там Каски запулит туда под РПшку, если туда Дезвард капнет, и еще хотя бы один удар Резолюшна или два из Млда пройдет, ну это просто будет чудовищная дамага. Ну и замесов массовых не вижу. То Сайлент пойдет на Мид, отдастся, то Алуха Дэнс глаза помазорит на топ-лейне. Империя потеряла все преимущества, они выигрывали пятерку. Теперь ноль по экспириенсу, по голде, и по экспириенсу с шести в ноль спрятались. И байтят Эмпайр. Пытаются, по крайней мере, на Алуха Дэнсе бежит Джун. Джун вовремя остановился. На тебе Кокос на дорожку. Далеко не уходи. Айсшарт от Джуна, но опять же оттолкнуть отсюда. Смок пошел от команды Эмпайр. Готовы. Они будут сейчас заходить в бок команды Ньюби. Если в лесу поймать, то можно всех развалить. Квапа не должна идти первым. Первым должен быть Йоку. Ну и собраться вместе Ньюби пока не получается. Сигил пошел на разведочку. Узнать, где кто. Я просто с высоты Айфрога все это вижу. Ну и все. Команда Эмпайр не атаковала. Смок уже там должен, по идее, закончиться. Тянет Ёку еще под смоком. Все, смок спадает с него. Ну и так долго можно стоять, в принципе. Пока Тавр не потеряется. Рэббит наплевывает по Тавру. Через Нейротоксин. Должен убивать. Нет, Резолюшн не отдает Тавр Рэббиту. Протроллил его немного. Темплар Ассасин здесь. Вот сейчас бы РП туда. Вот это было бы жестко. Ну что, Йоку толкает себя. РП по троим. Увезли двоих вниз. Рэббит лоу ХПшный. Дезвард пошел. Толесу на Флайя. Рэббит разваливает. Рэббит разваливается от Флайя. Ну и здесь пока что размен один в один. На хайграунд поднимается Джун. Айшард по двоим. Йоку и Резолюшн. Где Резолюшн? Резолюшн здесь бегает в толпе. Еще и Фистами ему очень жестко наваливает. Команда Эмпайр совсем не так видела этот файт. Я почти уверен. Но неудачная РП, я считаю. Вот Йоку двоих всего лишь. Еще и под Тамбой все это. Банану, по-моему, вообще не зацепило. Ну и дальше за Резолюшном пошла погоня. Саншен пытается задуть в Темпларку. Темпларке пока что пофиг, она под рефракшеном. Джун в таверну. Хотя бы один удар по Джуну. Джун в итоге умирает. Пошел снова болт из Саншенга. Саншенга будет пытаться забрать. Сайлент наорал. Минус 4 от команды Эмпайр. Кто остался в живых? Вот кто остался в живых. Еще один килл от Му. Му начинает наваливать по Резолюшн. Они вдвоем с Йоку. И Резолюшн добивает. Наконец-то этого оголтелого Му. Хух. 20-23. 2200 по голде. Зарабатывает Империя. И 7700 против 3600 от Ньюби по Экспириенсу. В принципе, в плюс, конечно, для Империи. Но все это было как-то скомкано чересчур. Могло бы быть все попроще. Хотя, наверное, будет. У Йоку до Рефрешера всего лишь 300 голды осталось. 300 золота, будет 2 РП. Если первое не зашло, зайдет второе. Так, вообще по артефактам. Давайте, начиная с команды Ньюби, пробежимся. Пока у нас небольшой застой по файту. Йософ Септер есть у Бананы. Есть Хедреска. Так, эта Хедреска ни во что не превратилась. Медленов Кураж есть для него. У Эмбер Спирита Баттл Фьюри. И, в принципе, уже готов Дейдалус. Или Дедлус, если быть более правильным. А 1200 на руках как раз таки... Нет, рецепт есть. Да, рецепт есть. 1200 это просто в плюсик. Потратить там, не знаю, на жвачку. У Лины есть Юул, Аркан Буцы для Саншенга и Геосептер. Ну и там зеленый шарик уже появился, кстати. У Йоку сейчас до него дойдем. Джун. БКБ есть. Урнов Шадоус есть. Шадоу Амулет для Спирит Брейкера тоже готов. Будет выходить в Шадоу Блейд. Дальше Сильвер Эдж, скорее всего. Ну и у Рэббита. Аганим есть. Яша, Мекка, Пауэртретс и Аквила. Все это, в принципе, скучно. У команды Эмпайр. Квин оф Пейн. После Аганима Сайленд собирается у нас в БКБ. Но с ним мы и правда обходились тут неподобающе. Надо действительно себя обезопасить. Выбежали за Сайлендом. Сайленд купил себе БКБ, но принести, наверное, в этот файт не успеет. Сайленда распиливают. По чуть-чуть Сайленд у нас в итоге прячется в сноубол. Врыв пошел у нас в Банану. Банана под Тамбой. Тамбурь резолюшн разбивает. Резолюшн под БКБ. Где Йоку? У Йоку есть РП, но Йоку у нас на хайграунде. У Йоку 2 РП есть на самом деле. Но бить по большому счету некому будет. Резолюшн уходит. Решили не драться без Алуха Дэнса и Флая. И, наверное, это правильно. Потому что касок здесь нет. И тот же Туск достаточно полезен. Забрали Джуна, потеряли двоих. В плюсе Ньюби. Ну и досмотрим, у кого что есть. У Туска есть Даггер. Есть Медальонов Кураж. У Магнуса. Вот он и он. Рефрешер Орп от Магнуса. Форстаф есть. Даггер тоже есть. В Эде Огр Клаб. Хоть какая-то польза. Уже хоть во что угодно. Ведь Доктор пытается вложить деньги. А то как-то тратится, а не тратится. Манта Стайл есть для Резолюшн. 1100 на руках. Резолюшн по-прежнему первое место по Нетворсу. Но уже тут где-то в спину дышат ему Му. И дальше за ним Рэббит. Только потом идёт Сайлент. БКБ не было у Сайлента, когда на него напали. Иначе кто знает, как бы эта драка протекала. Команда Ньюби на Роху. Уже тут я смотрю. Собралась. Ну, в этом проходе, конечно, для Эмпайр чудо будет. А не файт. Пошёл. Разбила. Как, достаёт, неужели? Вроде нет. А, здесь, здесь ещё один. Айшар тут, Алуха Дэнса. Прыгает Резолюшн на Банану. Банану у нас в Геоцептер уходит. Поставили Тамбу. Тамбу надо разбивать. Сайлент наорал на Саншенга. Саншенг лоу ХПшный. Банана под Дезвардом. Где Йоку? Йоку по-прежнему. У нас РПшку не даёт. Йоку отменяет РП. Или мне показалось. Да, по-моему, отменяет Джун. Уму отменяет РП. Резолюшн наваливает дальше по Рэббиту. Рэббит в таверну. Саншенг в таверну. Банана в таверну. Джун пытается убежать. Ловит каски. И Джуна должны добивать. Здесь Мелт. По голове у нас Джуну. И Му единственный, кто пока ещё живой. Старается уйти. Йоку прыгает у нас на Му. РП есть у Йоку. Надо попробовать поймать. Форстаф есть. Му надо добивать никуда. Нельзя давать ему уходить. Хотя здесь ремнантов никаких нет. За Му здесь даже можно не РПшить. На самом деле. Ой, хитрозадый какой, а! Вот это да! Вот это... Позволили Эмберу уйти. Наверное, РП всё-таки надо было потратить. 25-26. Команда Эмпайр забирает 4-х героев коллектива Ньюби. Теряют только Алоха Дэнса. И на ропу прямиком. А где Файтрекап? Родненький, где ты? Файтрекапа нет. Значит, я его провтыкал. И такое тоже бывает. РПшка у нас одна была проюзана всё-таки. Вот Йоку и Рефрешер Орм был тоже от него проюзан. Поэтому и РП в активе сейчас. 5 тысяч по голде Эмпайр. После Рошана где-то шестёрка должна быть для них. И по экспириенсу Эмпайр тоже порядка 6-ти, может даже 7-ми тысяч. Ух! Флай судьбу испытывает. Флай и так дела очень классно. Хотя, кстати, гляньте, Флай практически уже с Аганимом разобрался. Одну тысячу ему осталось. И будет УВД Аганим. Тогда и дела. В масс-файтах будут ещё лучше у команды Империи. Сто секунд до рефрешера. До дабл-РПшки. Сайвент приобретает даггер. Или мне показалось? Да, Сайвент приобретает даггер вместо... Вместо, по-моему, что-то другое было. Не смог был у него, что-то он продал. Наверное, ТП. Носи с собой ТП. Разгон на Сайлента. Бежит уже Джун. И, по идее, за ним будет выдвигаться Му. Сайлент подальше отходит. Джун отменяет у нас разгон. И... В принципе, правильно. И Курьер Рэддиентов отправляется в таверну. Ну, или куда они там отправляются после смерти. Ничего в нём не было, конечно, но... Всё равно обидно. Я думаю, это Тамплор Ассасин, да, скорее всего, этим занималась. Кто? Кто водил Курьера? У Резолюшина был повод. У него 4200 на руках. Что-то уже можно приобрести. Например, Кирасу, кстати, Резолюшин мог бы приобрести себя. Или, 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 в частности, Баттерфляй тоже можно было бы взять. МКБ здесь и в планах, наверное, ни у кого нет. Поэтому Баттерфляй очень даже полезен. Надо заставить Эмбер Спирита отойти от привычной схемы, от привычной сборки. Просто элементарно купив полезный и нужный артефакт для Темпларки. ВП Фениксов наказали 2-0. Спасибо за инфу, кстати, в чате. Отлично. Просто прекрасно. Там группа, конечно, один на другом стоят. Выигрываешь игру, зарабатываешь 3 очка. С 7-го места на 1-ое может передвинуться там, или на 3-е. Эмпайр, 7 тысяч золота. 9 тысяч экспириенс. Йоку пора, наверное, задуматься о покупке Шивы, чтобы не париться по вопросам маны. Потому что сейчас по монетравлю тут надо, после заюзывания Реверсполярити и Рефрешер Арбан, надо еще и юзать Аркан Буци, а при плохом раскладе еще и Батлой отпеваться. Чтобы маны хватило на 2-ую РП. Я уже молчу прошу Квейвы и Роскьюри. Это все дороговато для Магнуса. Он сам по себе немножко тупенький, как герой. Интеллекта недостаточно, чтобы маны хватало на такие вот мувы крутые. Айшарт у нас пошел на хайграунд. Му тут с хайграунда дерется и не пускает вообще никого Алоха Дэнс через Вайперстрайк. Ты чуть не сгнил вообще. Все, выкиливает Алоху. Алоха сам, в принципе, отпевается. Еще и флай здесь достаточно полезен. Ну и фуловый здесь Алоха Дэнс. Но здесь же уже еще один Вайперстрайк есть. Резолюшн прыгает. У Резолюшна есть Аэго. Поэтому разменять его можно. Ну и Байтер на Резолюшн. Так и надо. Надо Байтить, естественно, на Резолюшн, пока у него есть Эггис. И попытаться заюзать обе РПшки. Они уже откатились, откадешились. Все, в принципе, у команды Эмпайр для начала файта есть. У Вич Доктора есть Аганимы. Это чуть ли не самый главный вообще плюс. По сравнению там с той же Империей трехминутной давности. Что нового у команды Ньюби по артефактам? Ай, банана, какой же ты жуткий. Ничего вообще у банана. Эмбер Спирит у нас с Дэдласом и с Баттл Фьюри. 4800 есть на руках. У Эмбера, в принципе, еще один Баттерфляй. Ой, Баттерфляй. Баттл Фьюри. У Сан Шенга. 1100 до появления Аганима. У Спирит Брейкера появляется Шадоу Блейд. Из нового. Ну и все, в принципе. 220 на руках. И Вайпер с Манта Стайлент. Тоже мы все это видели. На Сайлента разгон от Джуна. Неужели побежишь до конца? Да, прыгает у нас на Сайлента Джуна. Дальше по Сайленту. Сайлент пытается сделать тэп-аут. Зачем Джуна? Просто показает, что у него есть ПКБ 5 секунд. Теперь. Ну и Каски полетели в Сан Шенга. Поднимает сам себя Ветра. Йоку проезжает под ним. Ух, какие крутые мувы. Резолюшн по Сан Шенгу. Сан Шенг в таверну. Это анстапа был для Резолюшна. Теперь по Джуну. Удар из Мелда. Еще один удар. Джун в таверну. Уже минус 3 от Эмпайр. Потеряли только Олвусу на Флай. Дальше за Рэббитом. Вайпер Страйк у нас по Резолюшну. В Мелт уходит Резолюшн. Где ваш Вижен, Ньюби? Что случилось? Как так, а? Нет Вижена. Резолюшн просто в тупой Мелт уходит. И ничего страшного не происходит с ним. Ох, круть. Минус 3 делает Эмпайр в этом файте. По голде. Поднялись 1000 на 2. Я думаю, по Экспириенсу тоже 2. Потеряли Олвусу на Флай. ВД в принципе выкастывал. Все необходимое. Огоним не зря куплен. Так что все хорошо. Появляется Шадоу Блейд для Йоку. И криты появляются у Темпларки. Уже полные криты. Это Дейдалус. И теперь Резолюшн с руки будет громадиной просто. Ну так, кстати, Алоходенс не самый тут суперубийца. У него нет Дезолятора. В принципе, непривычно для Туска. Но он как-то больше для команды. Все в команду. Солоквест есть. Прокатился по иллюзиям. Иллюзии отправили в таверну. Ну и заметьте, никто не пушит. Никто ничего не бьет. Эмпайр продамажили тавер. Тут очень плотно. До уровня 3-2-2. Ох ты, тавер, а? Я что? Я просто был молодой. Мне нужны были деньги. Окей. Тавер, в принципе, хорошо так прохорошен. Команда Эмпайр. Можно заходить с двух ударов. Я думаю, Резолюшн его развалит. Но, опять же, для этого надо хотя бы кого-то забрать. Ой, какой крутой крит проходит у нас по Му. Просто всех развалили. Вторую РПшку Йоку даже не юзал. Какая крутая критуля залетела у нас от Резолюшна. Бедный Му. Без ХП моментально. Байбэк от Му. Сюда Му не прилетает. Му передумал. Что-то не так. Есть еще у Йоку РП в данном случае. 4 в 0 пока что. Эмпайр уже подрались. Два байбэка от команды Ньюби. Типлкилл там был у кого? У кого, у кого, у кого. Пофиг у кого вообще. Сан Шенга ловят. Сан Шенг, Лагуна Блейд, Волоха Дэнс. Волоха Дэнс выкиливается благодаря Лосуна Флай. Еще одна РПшка от Йоку. Рэббита просто бей. Рэббит, скорее всего, развалится. Ну и здесь Эмбер Спирит пошел наваливать криты. И от него еще один крит у нас от Резолюшна. Это Beyond Godlike для Резолюшна. И Кэп просто вытащил команду Эмпайр на ничейный результат против Ньюби. Конечно, не один. Резолюшн, безусловно. Но столько дамаги, сколько влил Резолюшн, это надо было еще и поискать. Му пытался. Му бы в тело. У него дамаги тоже было много, но ее не хватило. Один точный удар в голову Эмбер Спириту. И Эмбер Спирит лопнул, как вот, в принципе, сейчас на ваших экранах лопнул у нас Эмбер Спирит. 9-4-13. Му красавчик, Му молочага, но здесь Резолюшн 12-4, чуть-чуть получше. Короче говоря, команда Ньюби проигрывает второй матч. И Эмпайр на хорошем ходу.